Капитальный ремонт по госпрограмме проведут в 2000 домов в Москве в этом году. Изменится не только внешний облик зданий. Установят новые лифты, батареи и окна. Контролировать процесс будут специальные рабочие группы. Подробности у Дениса Алексеева. Новый сезон программы капитального ремонта в столице жители этого дома не ждут. Первую зиму они провели в уже полностью отремонтированном. Таких с замененными инженерными системами, лифтами, выкрашенными фасадами, проведенными в порядок подъездами и кровлями в Москве каждый пятый. А в этом году через капитальный ремонт пройдут еще около 2000 домов. Если раньше, извините, у меня мусорпровод, стойки вот эти все были с дырками, все протекало, все вот эти запахи были, сейчас все чисто. Все трубы гнившие были, кто-то сам делал, кто-то просто нет возможности было ждали, когда ремонт будет. Но сейчас уже другой трубы поменяли, в принципе, сантехнику тоже поменяли. Столичный регион стал одним из немногих в России, где в рамках программы капремонта меняют батареи в квартирах. Отопительные приборы меняются и в местах общего пользования, что в сочетании с новыми окнами делает подъезды более комфортными. У нас на протяжении 30 лет подъезд не обогревался никак. И вот по просьбе жильцов о Олимпстрой сделали нам умный конвектор, который дает такое количество тепла, которое необходимо для обогрева подъезда. Также жильцы очень довольны входящей группой, которую сделали в пластиковом варианте. Безопасность выходит на первый план. За ходом всех работ регулярно следят общественные наблюдатели. Жалобы и предложения от жильцов поступают к ним. Любые нарушения в работе или производственный брак впоследствии исправляется. Капремонт хорошо проходит в тех домах, где жители нашли в себе возможность объединиться и изначально контролировать. В рамках городской комиссии мы, собственно, осуществляем контроль в случае возникновения каких-либо проблем. То есть мы находимся на стыке и контролируем работу ФКРа, подрядчиков, технадзора, управ. И следим за тем, чтобы проблемы жителей моментально разрешались. За все годы действия программы капремонтов в Москве, замечаний к капитальному ремонту, а значит и количество жильцов, недовольных работой подрядных организаций, значительно снизилось. К подрядчикам нашелся единственный, но верный подход. У нас на все выполненные работы гарантия 5 лет. И мы добиваемся того, чтобы в обязательном порядке строители устранили допущенные недочеты. Также предусмотрена договорами система штрафов. Это довольно серьезные штрафы. От 50 тысяч рублей за каждое нарушение вплоть до... Если речь идет о просрочках, то это 0,1% за каждой просрочке. Москва стала одним из лидеров по темпам выполнения РЕК-программы. Только на ближайший год в планах провести ремонт на 9 миллионах квадратных метров жилых и общедомовых помещений. Всего в списке по Москве почти 30 тысяч домов. Денис Алексеев, Евгений Кириленко, Дмитрий Толсаухов и Татьяна Клепча. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok